Продолжение следует... 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 Поэтому давайте, как вам представляется, каким будет следующий год? Понятно, что это не гадание, но просто ваши ожидания, исходя из того, с чем мы заканчиваем этот уходящий год. Я бы разделил слово ожидание и ощущение, потому что ожидание, я хотел бы, чтобы в нашей стране была стабильная экономика, стабильная власть и четкое понимание и прописанное визией, визионеры, которые понимают, куда они ведут страну и понимали все риски и ответственности. Это про ожидания. К сожалению, эти ожидания пока не подтверждаются. У власти находятся те, кто находятся, с их коротким зрением, с весьма скудными интеллектуальными способностями, с весьма ограниченным управленческим потенциалом. Поэтому давайте попробуем совместить ожидания с ощущениями. И начнем мы с ощущений, потому что любой нарыв когда-нибудь нужно либо вскрывать принудительно, либо он сам выходит наружу, потому что определенная степень гниения властной вертикали в Украине и определенная степень гниения вокруг украинских границ, она точно в следующем году найдет выход. Болезненный, хирургический, либо какой-то иной. Нужно сидеть за столом большой семеркой, чтобы отвечать на этот вопрос. Даже не то, что слово «компетентно», а понимая все расклады в этой партии. Поэтому наши с вами разговоры и мысли всех ваших спикеров, и большинства спикеров, это все-таки больше ощущения и, скажем так, аналитика, опирающаяся на свой опыт, прочитанное, услышанное или глубоко проанализированное. Иногда на какие-то инсайды или инсайты. С чем мы входим в Украину, если мы сейчас говорим об Украине, если у нас будет время, мы коснемся международной повесткой, конечно же. Украина входит в тяжелую зиму, в энергетическом аспекте, в управленческом аспекте, в внутриполитическом аспекте. Украина входит с определенными проблемами легитимности действующей власти, точнее, с усугубляющимися проблемами легитимности существующей власти, с отсутствием четких перспектив и с отсутствием диалога с обществом, с которым должны разговаривать как с взрослыми. Но, к сожалению, когда во власти дети, то дети с взрослыми разговаривают именно так. То есть, фактически, тик-ток, видосики и все, что делают сейчас дети, это и есть сегодняшнее олицетворение украинской власти, к сожалению. Взрослого разговора и, скажем так, я бы даже не взрослого, а мудрого разговора о будущем в Украине такого дискурса не наблюдается. Этот дискурс, к сожалению, был бы важен, но это не происходит, к сожалению. Это со стороны власти или со стороны тех людей, которые полномочены властью. Власть не понимает, что, несмотря на, как они думают, у нас есть один прекрасный политик, который называл людей биомассой, если я не ошибаюсь, то, к сожалению, для этих политиков народ не биомасса. То есть, народ хочет знать правду, народ хочет принимать и обязан принимать осознанное, грамотное, взвешенное решение о своем будущем, о будущем своих детей. И будь это война, будь это повышение, возможная война, будь это повышение тарифов, либо будь это планы на какие-то иные действия, начиная от медицинской реформы, либо иных реформ, которые нам так часто рассказывают. Этого разговора нет, и то, что я вижу, пока не предвидится. Поэтому, говоря о том, о нарыве внутри Украины, это как раз нарыв по телелегитимности и катящаяся вниз под откос рейтинг доверия к президенту. Рейтинг, показывающий то, что дела в Украине и направления движения в Украине идут не туда. Много было социологических опросов, я не хочу сейчас колебаться в цифрах 61, 57, 68, разные были цифры. В любом случае, больше половины населения Украины, уверенно, многократно подтвержденная социология, показывает, что больше половины населения Украины считает, что дела в Украине идут не туда. Что разительно отличается от периода за последние два года, после прихода Зеленского с 2019 года. Недоверие к действиям власти, непонимание властью ожидания от народа приводит к политическому кризису, к потере доверия к президенту соответствующей. Ну, естественно, давно потерявшейся партии слуги народа, которая олицетворяет сейчас власть, монобольшинство, монокоалицию, как вы ее называете. Вот, поэтому, увы, но мы столкнемся с тем, что в следующем году, на мой взгляд, я неоднократно это говорил, и если я в прошлом году, новогодний тост, у нас еще будет возможность, наверное, его сказать, говорил, давайте я с вами поднимем бокал за разумную политику, то, наверное, в следующем году мы будем говорить. Кстати, все сбылось, как вы понимаете. В следующем году мы с вами будем говорить о разумной коалиции. Ого! Это означает, в следующем году, вы думаете, будут выборы в парламент? Я не вижу ни одной причины, почему они не должны состояться. Точнее, не так. Одна причина, эти выборы невыгодны действующей власти. Есть одна причина. Эти выборы никогда, ни в каких обстоятельствах не могут быть выгодны власть нынешней. И это важная причина, потому что должна быть причина распустить парламент. Конечно. Но количество факторов, инструментов и необходимостей, которые будут возникать, могут качнуть чашу весов, что власть будет вынуждена наступить на горло, как говорят, собственной песни и пойти на эту непопулярную для них меру, но весьма популярную, возможно, в ближайшем уже будущем, для украинского народа и власти. Для сохранения хоть какой-то иллюзии власти, имитации власти. Но, как минимум, для сохранения президента Зеленского на посту президента Украины. Что на что меняет? Знаете, размен такой. То ли я потеряю, ну, на большинство, но осталось президентом, то ли я потеряю все. Вот этот выбор может оказаться очень и болезненным, но необходимым. Это решение будет принято, я думаю, что, может, даже в ближайшем, будущем обозримом. Может, даже и весной этого года. Решения у досрочных выборов? Конечно. Либо они будут спровоцированы, хотя мы с вами, наши зрители могут не помнить, но мы это с вами прекрасно помним, что то, что последние пару недель транслирует Юрий Бойко о «А давайте мы все сложим мандаты и нарушим конституционное большинство в парламенте», мы с вами проговорили еще в октябре 2021 года. То есть, по факту, через два месяца то ли нас услышали, то ли это решение, лежащее на поверхности. Теперь же эта норма не работает, мы знаем. Ну, почему она не работает? Потому что дальше по списку. Списки теперь уже не обнуляются, и теперь просто даже, если все сложат полномочия, кто захочет, остается рада в том составе, в котором она есть. Мы с вами проговаривали подобное решение и появление аргументов, не аргументов, а основание для Роспуска Рады, для президента Зеленского. Это когда случилась отставка Разумкова. Оппозиционные, так называемые «оппозиционные», в кавычках, как мы уже понимаем, фракции и группы рассказывали о том, как они борются за законы, как они недовольны отставкой. И, в общем-то, если бы это действительно соответствовало действительности, и действительно власть представляли бы люди, заботящиеся о легитимности власти и об интересах народа, это было бы сделано сразу же в октябре месяце. Но математически это получается. Люди, которые идут по спискам точно так же в рамках партийной дисциплины, могли написать заявление об отказе от принятия мандата. Ну, то есть инструментарий, он на столе, по большому счету. Мы слышали заявление Юлии Тимошенко о том, что никогда она этого не сделает. Ну, то есть, так сказать, большинство в оппозиции, или, скажем, не большинство, а единство в оппозиции по этому просто не существует. Слишком привлекателен мандат, слишком много на депутатах висит криминальных, уголовных и прочих обязательств, которые не позволяют этим людям, даже в интересах перезапуска парламента, увеличения своих квот, пойти на это решение именно сейчас. Ну, у них же уже нет депутатской неприкосновенности. Это иллюзия, мы это прекрасно понимаем. Слушайте, мы же можем еще две передачи посвятить ошибкам президента, либо невыполненным обещаниям. Начиная от депутата Иванисева и всеми прочими так называемыми зашкварами, когда президент Зеленский напрямую даже не угрожал, а практически гарантировал, что люди, которые будут заподозренны в коррупциях, либо в изнасилованиях, в конкретном человеке, должны уйти из парламента. Год-полтора ничего не случилось. Поэтому ни генпрокуратура, ни так называемое снятие депутатской неприкосновенности, это, скажем так, пока это фикция. Инструментов стало больше, но в любом случае властер и партийная дисциплина работают по принципу «мы своих не сдаем», потому что один за всех и все за одного. Насколько политические силы начали подготовку, если у вас есть такие инсайты, к досрочным парламентским выборам? Насколько политические силы готовы? Если опытные политические силы, скажем так, у них одна история, но есть молодые политические силы, которые идут в самостоятельное плавание, в частности, команда Разумкова, я так понимаю, будет новый проект создавать, он уже создается. Но я не знаю, насколько они готовы. Поэтому в этом смысле, может быть, президенту и выгодно побыстрее, пока еще никто не готов провести эти выборы? Тут же интересная штука. Это не очень простой вопрос, он на самом деле очень легкий, но он не простой, когда ты знаешь некоторые, даже не подводные камни. Очень много эмоций в этих словах, очень много популизма, когда мы говорим о досрочных, кому выгодно, кому не выгодно. Смотрите, решение последнего времени в Украине принимается не рационально, а эмоционально. Вы имеете в виду во власти? И во власти, и в оппозиционных силах в том числе. Смотрите, у нас немножко с 2019 года, или даже немножко, нет такого слова, но тем не менее, Украина перестала идти по классическому пути политической конкуренции и классической конкуренции политических нарративов, идеологий. То есть, та же слуга народа, тот же Корниенко, уже полностью нивелировал любую идеологию, в которую можно было прицепить к слуге народа, либо к любой политической силе. То мы либералы, то мы неолибералы, то мы секси, то мы, господи, я уже откровенно говоря, естественно, я иронизирую, количество идиом, которые использовались для обозначения, кто что есть слуга народа, ну это уже, знаете, не смешно. И мы пытаемся натянуть наше представление о правильной политике на неправильную политику, то есть в Украине. Поэтому то, что невыгодно, может оказаться выгодным. То, что нерационально... В какой-то момент. Конечно, то, что нерационально, может оказаться весьма рациональным. А то, что эмоционально, может сделать кого-то президентом, как это и случилось в 2019 году. Поэтому я бы отошел от этих шаблонов. Никто в Украине не готов к досрочным парламентским выборам. Неразвертыванием штабов и ролью штабов. Это тоже, давайте еще об этом, о политтехнологическом аспекте поговорим. Были ли эффективные политические штабы и услуги народа? Ну, практически не было. Важно ли было контролировать бюллетени? С одной стороны, это всегда важно. С другой стороны, мы понимаем, что нет. То есть невозможно обеспечить 50% фальсификации. Но это если перерез такой огромный. А так-то и можно, если разница в 2%. Я думаю, что надо ориентироваться не на политтехнологические истории. Их нужно учитывать, их нужно в повседневной работе использовать. Но обсуждать их в эфирах и гадать на кофейной гуще, наверное, все-таки эффективнее, чем обсуждать, почему это может или не может быть. Будет время, будем тогда обсуждать политтехнологические аспекты предстоящих выборов. Досрочных или недосрочных. Обратите внимание, слуги народа, они же меняют, пытаются поменять избирательный кодекс в очередной раз. То есть 2 года назад их устраивала новая избирательная система без мажоритарки. Сейчас понимаешь, что рейтинги катастрофические для них. Я, по-моему, у вас в эфире говорил о том, что внутри слуг народа, так называемый топ, среди топ ветхушки, идет активное обсуждение закона об оппозиции, обсуждение проекта и необходимости принятия под очень простым соусом, что в следующем парламенте мы окажемся в таком меньшинстве и с таким поражением в правах, что давайте мы этот закон пропишем, что мы и будем этой оппозицией. Постараемся себе подстелить хоть какие-то комитеты и так далее. То есть рационально они понимают, что они, я не Андрей Богдан, поэтому ругаться не буду, но они в глубокой электоральной глубине, скажем так. И это будет усугубляться. Потому что, повторюсь, неумение управлять процессами и отсутствие стратегирования либо мышления, которое позволяет стратегически смотреть на будущее, их на самом деле каждый день отгрызает по определенному пункту, проценту рейтинга. И если наступит, у нас много говорят «черные лебеди», значит, избитая фраза, если наступит время X, когда газа не будет, либо будет стоить столько, сколько у нас нет, никакие видосики, никакие эмоциональные обращения к чему-то или к кому-то, они помогут. К сожалению, во всем мире это касается, как Западной Европы, России или Штатов, люди живут холодильником или собственным кошельком. Поэтому, опять же, я думаю, что ваши уважаемые экономисты и прочие товарищи уже рассказали вашим же телезрителям о том, как все будет плохо. Из последнего, то, что буквально вчера или пару дней назад было опубликовано письмо руководителя оператора газотранспортной системы Украины, господина Макагона, который четко заявил, что это публичная информация, она не есть суперсекретная, о том, что при нынешнем отборе газа, который идет на отопление, при нынешних температурах, при отсутствии газа, в балансе на январь, февраль, март, то есть на конец отопительного сезона недостаток газа в Украине будет полтора миллиарда кубометров. То есть при нынешней цене, давайте, 1200 до 2200, оно скачет каждый день, поэтому, давайте, при средней цене в две округлим. То есть Украина должна будет за первые три месяца, первый квартал 2022 года потратить на закупку газа почти 3 миллиарда долларов. 3 миллиарда долларов в гривнах, это что-то под 70 миллиардов гривен. Больше. Правильно я понимаю? 3 миллиарда умножаем, ну давайте на 27. На 27, 81 миллиард гривен. В период, когда бюджетное поступление от налогов, когда рынки заимствования, в том числе из российской агрессии, закрыты либо в ставке колоссальные, это создает огромную проблему для прохождения топительного сезона. Мы, вы, мы все говорили, я не люблю много, мы с вами говорили, я думаю, что ваши гости обсуждали причины, почему нужно было покупать газ летом, уголь покупать летом, какие все дураки, идиоты, недальновидные. Ну это бессмысленно, мы это и так видим, понимаем, но еще раз я об этом скажу, да. Украинская власть недальновидная, она приняла огромное количество решений, которые стратегически ошибочны. Да, я это сказал слух еще раз. Но это не мешает нам думать о том, как это, что с этим дальше делать. Эта проблема, она существует. Но это на самом деле для страны страшно, когда бывший премьер-министр заявляет, там, и Гройсман, и Яценюк о том, что единственное чудо, кто спасет Украину, это теплая зима. Ну, вдуматься в 21 веке о том, что это будет говориться вслух, но, тем не менее, это говорится вслух. Есть решение у украинской власти, ну, судя по всему, решение будет простое. Отключать промышленность полностью. Либо частично отключать регионы, там, где действительно проблема будет с давлением газа в том числе. Но при этом никто не говорит о форс-мажорах под названием России, вообще прекратить поставки газа в первом квартале, и давление газа упадет до неподъемного значения, которое вообще не позволит Украину обеспечить. Мы же прекрасно понимаем, что никакого реверца не существует. Я надеюсь, наша с вами публика интеллектуальная, достаточно, причем на любой части нашего европейского континента, увы, мы это вынуждены зафиксировать. Готова ли украинская власть к этим вызовам? Из того, что она говорит, не видно. Будет ли она готова, найдется ли какой-то человек, либо божественное проведение. Будет день, будет пища, будем смотреть на это. Проблема колоссальная. Это мы не говорим сейчас о энергетической устойчивости в целом, потому что атомная энергетика, работающие атомные блоки, об этом тоже много раз говорилось, проговаривалось. Коррупция на атомной энергетике, на энергоатоме, она стала практически легендарной. Если посчитать, сколько денег было отмыто, украдено на ремонтах атомных блоков, то понять, в каком они состоянии и какими комплектующими они ремонтировались, это тоже большой вопрос. И действительно, Украина редко, я повторюсь, может, в Советском Союзе, при советской власти, так сказать, атомные блоки работали с такой интенсивностью, как они работают сейчас. Это важный аспект, об этом нужно думать, нужно понимать, и к этому нужно быть готовым. Я надеюсь, я уверен, что есть алгоритмы на все случаи жизни для атомной энергетики, потому что это писали более умные люди, чем сейчас находятся при власти. Бояться этого не нужно, но знать, что если что-то случится, то наступит холодная зима во всех смыслах. Александр, вот Вы назвали два ощущения. Это нарыв или гниение внутри власти и нарыв на границах. И что это все найдет выход в следующем году. Давайте поговорим о нарывах на границах, потому что это очень интересно. Тут вот связь с внутренней политикой особенно интересна, потому что у нас получается так, мы видим, как нагнетается везде, на всех уровнях, во всех наших ключевых, у всех наших ключевых партнеров и у наших ключевых врагов нагнетается эта тема. И она все больше и больше идет вверх и вверх. Накал становится все сильнее и сильнее. В то же время мы видим, что внутри Украины нет какого-то даже там, какого-то, я не говорю, единства. Вот единства практически быть невозможно, не может быть. Это уже понятно, да. Но даже какой-то дискуссии между основными политическими игроками о том, что делать, если. То есть создается такое впечатление, что все, что там происходит у нас на границах, происходит неизвестно вообще где. Может, это и правильно, что нет какой-то излишней паники, и армия готовится, и все готовятся, мы просто об этом не знаем. Но впечатление складывается такое, что, ну, я не знаю, там депутаты, в конце концов. До 25 января в отпуске. До 25 января, ну, они пусть не в отпуске, да, но просто они не будут собираться. Формально они не в отпуске. Да, формально не в отпуске, но на сессии собираться не будут. РНБО не собирается за последний месяц ни разу. Вот это вот интересно. Как вы думаете, почему это происходит? Более того, мы видим, как идет сложное противостояние среди разных политических сил, друг с другом и с властью. Мы видим историю, там, столкновения с Ахметовым. Вот просто, да, повесим в воздухе, столкновения. Что там правда, что нет, это дело, это уже 10-е, да. Мы видим, вот, с Порошенко тоже идет противостояние. Мы видим, что, там, с Медведчуком тоже, вот, раньше началось это противостояние. И мы чувствуем, как есть такое, как будто все против всех, ну, я хочу сказать, воюют, но, как минимум, интригуют. Давайте такое слово применим. Долгий вопрос, извините. Вы сказали одну важную вещь, которую я готов сразу же спорить. Я сдержался. Я сдержался. Давайте. Возможно ли политическое единство? Возможно. При внешней угрозе, при угрозе потерять страну, политическое единство возможно. Давайте тогда... Даже в Украине. Давайте разберемся, что вы подразумеваете под политическим единством. Это очень важный момент. Потому что речь о политическом единстве мы слышали не раз. О ней говорил Янукович. Он говорил, надо встать за моей спиной и делать вот так, как я хочу. И там зачистить все, чтобы мне было удобно. Об этом же мы слышали, честно говоря, и от Петра Порошенко о политическом единстве. Давайте вот так или иначе тоже немножко поднадавим на тех, кто там высовывается. Вы задали важный вопрос, на который есть только один ответ. Во имя будущего. Когда этого будущего нет, его никто нам не рисует и не может показать визию, политическое единство невозможно. Вокруг чего объединиться? Вокруг внешней угрозы? Да, конечно же, да. Во имя чего? То есть какое будущее? Что будет дальше, после того, как мы объединимся, побори внешнего врага? Знаете, как про Техас? Техас грабит только Техас. Вот где-то на этом уровне. Да, то есть вот вокруг этого политическое единство возможно, когда территория, которая сейчас разделена на кланы, политические силы, группировки, региональные и феодальные элиты. Это очень такое лоскутное одеяло, весьма сложное, собираемое для непосвященных, но имеющее тот вид, который он имеет на самом деле. Но это все может быть порвано и разорвано в результате двух действий. Первое – это экономическая катастрофа, которая может быть связана как с энергетическим кризисом, так и с элементами вторжения. Повторюсь, элементами вторжения, потому что открытая война – это другое. Либо разрушена полностью при возникновении обстоятельств, когда Путин пойдет на совершенно геополитическую авантюру, на открытые вторжения на территорию Украины. Тогда все за счет, вокруг чего, вокруг каких ресурсов и распределения каких активов борется нынешняя украинская псевдоэлита, окажется просто пшиком. Как раньше говорили, самолет или как там, автомобиль, вокзал России, или я же забыл там. Чемодан, вокзал, Россия, ну вот будет автомобиль, аэропорт, чартер. То есть кто-то уедет, кто-то не успеет. Но ресурсная база будет сокращена. К сожалению, наши элиты, так называемые элиты, не представляют совместного будущего. Наверное, когда я говорю о будущем, мы говорим о совместном будущем. О том, как стране ужиться с амбициями некоторых политических лидеров. Как стране ужиться с экономическими ресурсами, которые вытекают из страны. 30 лет в стране она все кормит политические элиты и политических и экономических тяжеловесов. Представляете, где мы могли бы быть, если бы. Дальше каждый придумает себе любое сочетание, где могли бы мы быть. И все прекрасно понимают, где мы сейчас оказались. Поэтому единство возможно. Есть ли в Украине сейчас обстоятельства, которые позволят этому единству составиться? Нет, нет. Во-первых, нет центра сборки. Вот, я хотел спросить, кто мог бы стать инициатором такого единства? Ну, давайте себе представим, под внешние угрозы, например, президент. Он может выйти и сказать, я вот беру топор войны, закапываю при вас, и я там призываю всех стать плечом к плечу. Кто-то может наступить на, как говорят, на собственное горло и сделать это, встать под флаг Владимира Зеленского. Для меня было сюрпризом после такой активной, после дипломатического форума, который сейчас идет. После заявлений Путина по НАТО и не расширению, некоторые люди, которые, в общем-то, выражали ярко неприкрытую позицию неприятия Зеленского, публично заявили о том, что в случае войны они отбросят всю критику и станут под знамена не Зеленского, президента как институции, как легитимного органа и центра принятия решений и противостояния. Поэтому будем надеяться, что этот фактор тоже будет, ну, скажем так, не то, что массовым, но, по крайней мере, будет решающим фактором, когда распри будут забыты. Но я думаю, что этот фактор будет использован только в том случае, если война будет полноценная, полномасштабная, открытая. Это то, на что Путин, условный Путин, коллективный Путин, это, слушайте, тоже философские такие вещи, не рассчитывал в 2014 году появление волонтеров и массовое сопротивление, ключевое слово, массовое сопротивление планам и вторжением. Если же война и кризис будет, то, конечно же, вокруг власть не будет объединяться, потому что власть не дает смысла видения гарантии стабильности и гарантии новой Украины. Иной, давайте, иной Украины. Это слово «иное», потому что многие другие слова уже заезженные. При отсутствии этого в общественном сознании, как некого базового сценария будущего, его нет, базового сценария будущего. Есть старая фраза, значит, нам будет день простоять, до ночи продержаться. Вот как живет украинская власть. То же самое живут люди. Большинство людей в Украине живут именно по этому принципу. То есть их пугают. Иногда объективно, иногда необъективно, иногда сознательно, иногда несознательно. Войной, кризисом, отключениями. Им рассказывают, как все будет плохо, но никто не говорит, как будет, как может быть по-иному, по-другому. Зачем бороться с олигархами, чтобы что? Где-то математика, где эти перспективы. Зачем забирать что-то, чтобы что? Чтобы устроить революцию 1917 года? Грабим богатых и становимся еще богаче, но тех, кто грабит, людям же ничего не достанется. Кто-то это понимает, уезжает. Кто-то не понимает и думает, что социалистическая революция 21 века, возможно, в отдельно взятой Запорожской Сечи. Ну, это все такой, знаете, инфантилизм или просто глупость. Проблема Украины, что те, которые могли бы менять страну, те, которые могли бы экономически поднимать, ментально, идеологически, ну, то есть те, для которых Украина, Родина, какая-никакая, но это Родина, здесь нам жить и детей воспитывать. Их становится все меньше и меньше. Вера уходит, доверие уходит, жизнь проходит. И люди выбирают другие пути. То есть остается такое, знаете, ну, еще пока не выжженное поле. Но, к сожалению, мы очень быстро приближаемся к модели Российской Федерации, в которой есть два социальных класса. Это бюджетники, в широком понимании, и госаппараты, и военные, институции, и прочее население, которое живет на подачке, социал, всякое подобное, где бизнесмены являются изгоями российского общества, и которое, в общем-то, те, кто при российском бюджете зарабатывает, богатые, красивые, успешные, до поры до времени, пока к ним не приходят с настойчивой просьбой поделиться. Вот где-то мы в этой ситуации. То есть тот бизнес, который рассчитывал в 2019 году на либеральную экономику, на новую экономическую, налоговую, может быть, гавань, слово «офшор» уже тоже затасканное, на некий такой либеральный экономический порядок в Украине, столкнулись и столкнутся в 2022 году с, я бы сказал, экономическим концлагерем. Я не боюсь этого слова. Я буду бесконечно долго аргументировать с тем, кто является апологетом тотальной фискализации, ухудшения экономического положения в стране. Потому что кроме банальных ошибок в экономическом планировании, банального непонимания экономических перспектив и промышленного потенциала Украины, человек не обращает внимания даже на такие вещи, как ковид, который уничтожает экономику не только в Украине и в мире. Страны, наши соседи, там не нужно ходить в Португалию, Вьетнам или в Чехию. Давайте посмотрим на Польшу. Польша в 2022 году значительно облегчает налоговое бремя для занятого населения и малого бизнеса. Это колоссальная налоговая преференция. Чехия, Вьетнам переносят введение, там, опять же, не буду детализировать, электронная система учета торговых операций, в том же Вьетнаме или в той же Чехии, перенесены на два года вперед. Британия рассматривает подобные вещи, как помочь правильно своему малому бизнесу. У нас же под эгидой так называемой борьбы с олигархами принимается закон, который тотально все фискализирует, тотально все вводит в систему учета, контроля и благими намерениями услана дорога в ад. Нужно ли это делать? Конечно, нужно. Экономику нужно вводить из тени. Но для того, чтобы экономика выходила из тени, Украина должна обеспечить несколько критерий. Это первое, доверие к этой власти, прогнозируемость этой власти, честность этой власти и эффективность использования этих денег. Потому что тотальная фискализация и так называемое повышение доходов, которые это законопроект, ну, чтобы вы понимали масштаб цифр, доходная часть бюджета 1 триллион 300 миллиардов. Эффективность закона 56.00, который вводит все эти, так называемые, разные нормы, дает к доходной части 20 миллиардов. 1 триллион 300 миллиардов и 20 миллиардов. В лучшем случае. Ну, вот весы. Поэтому, ну, то есть власть она пилит не только сукна, которая там сидит, да, но когда мы спрашиваем, почему падают рейтинги, ну, вот один из кирпичей, который уже тянет на дно и власть, и рейтинги, и тех, кто это придумал. То есть мы точно не стали экономическим раем, и с этими законами мы никогда им не станем. То есть бюджет 22-го года, в моем понимании, ну, те цифры, которые я вижу, он кажется профицитным, что в нынешней ситуации просто катастрофа, потому что все страны мира печатают деньги, чтобы загнать экономику, а мы сжимаем экономику. Ну, экономисты меня поймут, для всех остальных это вопрос философский. Плохо с украинской экономикой. В декабре, вот сейчас у нас 23 декабря, в декабре 21-го года расходная часть бюджета, расходная это то, что бюджет предусмотрел и не выдал. Расходная часть бюджета не выполнена на 64 миллиарда гривен. Это 2 миллиарда евро. Украинское государство не отдало в экономику. Неоплаченных счетов за выполненные услуги 1 миллиард. Это при том, что все налоговые комитеты, парламенты и прочие великие экономисты рассказывают о сверхперевыполнении. Доходная часть и это правда. Когда нам рассказывают о том, что ВВП Украины стало 190 миллиардов, было там 130 с копейками, звучит очень красиво, прям возбуждающе красиво. Но есть две проблемы. Во-первых, это так называемый номинальный доллар ВВП, а есть так называемый номинальный ВВП. Если бы, как господин Гитманцев рассказывает, экономика Украины выросла с 130 миллиардов до 190 миллиардов, то по облигациям Яреска, которые привязаны к росту ВВП, мы бы уже заплатили 30 миллиардов держателям этих облигаций. Потому что реальный ВВП Украины вырос на 3,5 процента. Поэтому красиво рассказывать, это реальный ВВП. То есть не долларовый, а реальный. Поэтому 130-190 звучит фантастически, какие вы молодцы. То, что этот рост ВВП был обеспечен за счет уникальной конъюнктуры лета этого года, когда руда подорожала в 3-4 раза, металл подорожал, все подорожало. Зерно, то есть все, что могло вырасти за счет того, что имитенты денег напечатали их в двойном размере от того, что было. Все росло. Но так это не заслуга экономики. Это инфляционный налог, который мы все платим. Инфляция в США 7%, а в Украине 10%. То есть это частично импортированный к нам налог привезенный, но, естественно, и наш. Если бы Национальный банк не держал курс гривны, то инфляция была бы еще выше. То есть я думаю, это нужно отдельно передачу экономического блока посвящать, но, к сожалению, это все сказывается на этом ощущении нашего будущего. В какой стране мы проснемся в 2022 году? В такой же. Только с новым количеством проблем, со старой властью, с непониманием, что делать в случае, если, простите, Путин нападет. Возвращаемся к нашим внешним нарывам и границам. социология, наука у нас часто бывает девушкой продажной, не всем социологам нужно верить, но общий тренд очень четко фиксируется. Что будет делать украинское общество в случае вооруженного противостояния, открытой войны, вторжения, называйте, как хотите. Но треть населения Украины пойдет воевать, как дает социология. Треть будет поддерживать 20-20 копейками процентов, будет поддерживать, встречать с триколором. Остальные попытаются... Поддерживать Россию? Да. Да ну. Но эти люди видят себя в составе Российской Федерации. Треть украинского населения? 21 процент. Социология. Поддерживает Россию? Ну, как вы думаете, откуда у нас берутся люди, стреляющие в спину? Коллаборанты и все остальные. Они же не с Марса или не с Россией выезжают. Понятно, что Донбасс это не показатель или Крым. Там своя специфика формирования общества. Но тем не менее. Поэтому, когда нам рассказывают разные правильные умные мысли о том, что Украина должна стать Израилем, в Израиле все за Израиль. там, я думаю, что нет такого количества людей, которые сейчас хотят стать частью арабского мира. Поэтому с этим нужно жить, с этим нужно что-то делать. И здесь очень непростая вещь. Слушайте, у нас с вами такое количество умных, правильных, великих людей со своими специфическими особенностями и недостатками. Говорил на эту тему, начиная от того же Маннергейма и всех остальных. Создайте условия, за которые люди должны бороться или сражаться. Не для себя, но хотя бы для детей. Та же Голдемейр о чем говорила? Кто должны быть самые высокооплачиваемые и поддерживаемые люди в стране? Учителя, врачи, военные. Ну давайте посмотрим на учителей, врачей, военных. Я бы, конечно, еще в эту троицу добавил, а не Голдемейр, но была бы моя воля, я бы еще добавил юристов. Потому что когда мы рассказываем закон один для всех, мы забываем о том, а где брать тех правоведов, юристов, адвокатов, судей, которые должны выполнять закон один для всех. они же идут туда, есть кристально честные люди, без сомнения. Но общее отношение к этим людям, как к людям, идущим туда зарабатывать, как в анекдоте про сотрудника полиции, бери я сейчас за зарплату. Суду еще и платят, я думаю, пистолет дали, вы куда-то иди, как хочешь. Так и здесь. Поэтому, смотрите, мы, к сожалению, живем в этом таком последе постсовка, когда украсть считалась доблестью, когда обмануть не считалось преступлением. Ну и украинская власть за все 30 лет периода независимости это, ну если не культивировала, то явно не препятствовала. Рассказывая очень стандартную мантру, что нам позволяло в Украине выжить на самом деле. То есть сложность законов или тяжесть компенсируется необязательностью их исполнения. То есть мы далеко отошли от Российской Федерации, от Белоруссии, то есть мы сильно далеко отошли. Надеюсь уже на непреодолимые берега и расстояния. Но тем не менее во всем этом надо разбираться и с этим надо делать. Причем, знаете, как бы такая риторическая фраза «надо что-то делать». И все говорят «да-да-да, надо что-то делать». И идут по своим дальше углам заниматься своими делами. Вот пока новая политическая сила, иная политическая сила, разумная политическая сила не покажет визию как, ну, мы будем находиться вот в этом сложно прогнозируемом состоянии. Это уже новогоднее поздравление или еще нет? Ну, нет, конечно. Ну, тогда, Александр, если позволите, вот рядом с вами уже есть бокал шимпанского, и поскольку вы уже рядом с нашей новогодней елочкой, было бы чудесно. За разумную коалицию, за разумную коалицию, за разумную коалицию, за визию, стратегию людей, которые смогут это реализовать, которые покажут свою способность это реализовать, докажут эту способность, за иную, другую, сильную, стабильную, настоящую Украину, в которой хотели бы жить и наши дети, и мы. С Новым годом! Александр Харебин был сегодня с нами в прямом эфире. За что мы, Александр, вам страшно признательны. Спасибо вам огромное. Очень надеемся видеть вас у нас в студию в следующем году. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon, нашему другу и партнеру Медицинскому центру Кризма и спонсору канала торговой марки Гейтман. Оставайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok